Добро пожаловать в нашу тематическую подборку, где нейроагний поможет разобраться в многообразии нейросетей и их удивительных возможностях. В этом выпуске мы погрузимся в мир искусственного интеллекта, а именно в технологии нейросетей, создающих анимацию для видео в TikTok. Но не стоит думать, что их применение ограничивается одной только этой платформой. Ранее мы уже обсуждали нейросети, способные оживлять статичные изображения и даже заставлять вас танцевать прямо на фото. Первый проект у нас на обзоре это Disco – Disentangled Control for Realistic Human Dance Generation или Disco – распутанный контроль для создания реалистичного человеческого танца. Авторы проекта из Nanyang Technological University и Microsoft Azure AI ставят перед собой задачу улучшить обобщаемость и композиционность в генерации танцевального контента для социальных медиа. Основной упор делается на два аспекта – способность модели обрабатывать невиданные ранее данные, такие как новые фоны, позы и субъекты, а также возможность комбинировать различные элементы для создания единого цельного изображения или видео. Для достижения этих целей команда представляет новую архитектуру модели с разделенным контролем. Разделение контроля позволяет отдельно управлять каждым атрибутом субъекта, таким как поза, внешность и фон, что способствует более точной и детализированной генерации. Ключевым элементом диска является предварительное обучение модели на атрибутах человека. Это предварительное обучение улучшает способность модели к обобщению, позволяя ей лучше справляться с новыми, ранее невиданными данными. Это особенно важно для создания реалистичного танцевального контента, где разнообразие поз и движений является ключевым. Это исследование подчеркивает важность интеграции композиционности и обобщаемости в архитектуру модели для создания более убедительного и разнообразного танцевального контента. Открытые вопросы остаются в области расширения датасетов для улучшения обобщаемости и разработки более сложных моделей для повышения качества синтеза. В рамках диска выделяют два ключевых компонента. Первое – это архитектура модели с раздельным управлением. Эта архитектура разделяет управление фоном, позой человека и человеческим субъектом. Она использует VAI – Variational Autoencoder в качестве кодера фона и небольшой сверточный кодер для абстрактного скелета. Для человеческого субъекта интегрируются вложения изображений клипи с denoising unit и другие условия через модули перекрестного внимания. Такое разделение позволяет улучшить точность генерации человеческих субъектов, фонов и танцевальных движений. И второе – это предварительное обучение человеческих атрибутов. Эта стратегия предварительного обучения включает в себя прокси-задачу, в которой модель должна реконструировать изображение на основе отдельных признаков переднего и заднего плана. Это помогает модели различать динамичный человеческий субъект и статичный фон, эффективнее кодировать сложные человеческие особенности, такие как лица и одежда, и оставляет обучение к контролю позы на более поздние этапы. Зависимость от обучения на основе больших данных снижается, так как модель обучается выделять ключевые характеристики без прямой связи с конкретной позой. В итоге, благодаря этим инновационным подходам, диско демонстрирует способность генерировать качественные танцевальные изображения и видео с разнообразной внешностью и гибкими движениями. Это открывает новые перспективы для создания реалистичного танцевального контента в социальных медиа и других приложениях. Перейдем к следующему проекту нашей тематической подборки. Проект Drea Moving представляет собой рамки для генерации видео с людьми, основанные на моделях диффузии, которые позволяют создавать кастомизированные видео высокого качества с человеческими фигурами. Основываясь на целевой идентичности и последовательностях POS, Drea Moving может генерировать видео с движениями или танцами, управляемыми этими последовательностями. Проект разработан специалистами Alibaba Group и включает в себя такие компоненты, как Video Control Net для управления движениями и Content Guider для сохранения идентичности. Архитектура Drea Moving построена на основе моделей Stable Diffusion и включает в себя три основные сети. Denuizing U-Net, Video Control Net и Content Guider. Для улучшения временной согласованности и точности движений в Denuizing U-Net и Control Net интегрированы блоки движения. Content Guider контролирует содержание генерируемого видео, включая внешний вид человека и фон. Для обучения модели было собрано около тысячи высококачественных видеотанцев с интернета, которые были преобразованы в короткие клипы продолжительностью 8 до 10 секунд для обучения временного модуля. Текстовое описание для видео было создано с использованием модели Mini-GPT V2. Content Guider обучается независимо от базовых моделей диффузии и может быть обобщен для других кастомизированных моделей диффузии. Он был обучен на основе SD-YN5 с использованием изображений лиц из набора данных Layon 2B для извлечения черт лица. В заключение Dream Moving является перспективным инструментом в области генерации видеоконтента, особенно там, где требуется высокий уровень персонализации и управляемости движений человеческих персонажей. Рассмотрим еще один проект в этой же области. Сейчас мы поговорим о работе Magic Dance Realistic Human Dance Video Generation with Motions and Facial Expressions Transfer, разработанной командой из Университета Южной Калифорнии и компании ByteDance. Это исследование представляет собой продвинутый подход к генерации видео с танцующими людьми, который позволяет передавать движения и выражения лица, сохраняя при этом идентичность персонажа. Прежде всего, давайте углубимся в техническую сторону работы. В основе Magic Dance лежит диффузионная модель для двумерной передачи движений и выражений лица в танцевальных видео. Отличительной особенностью является двухэтапная стратегия обучения модели, которая разделяет движение и внешний вид человека. На первом этапе происходит предварительное обучение блока управления внешним видом. Это позволяет точно контролировать атрибуты, такие как выражение лица, цвет кожи и одежда. На втором этапе происходит до обучения блока совместного управления внешним видом и позами. Это обучение проводится на основе данных о позах человека из того же набора данных, что обеспечивает сохранение идентичности при изменении движений. Особенностью Magic Dance является его способность к генерации реалистичного видео с временной согласованностью верхней части тела, лицевых атрибутов и даже фона. Это достигается за счет использования знаний, полученных из моделей, диффузии изображений, что позволяет модели хорошо обобщать на невиданные человеческие идентичности и сложные последовательности движений без дополнительной настройки. В заключение стоит отметить, что Magic Dance может быть легко интегрирован как дополнительный модуль к существующим текстовым моделям к изображению, таким как Stable Diffusion и Control Net, без необходимости изменения предварительно обученных весов. Это делает его удобным инструментом для создания персонализированных танцевальных видео. Мы подошли к концу, но ваше мнение важно. Какие темы из сегодняшнего выпуска вы бы хотели увидеть в деталях? Оставьте комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok